В этом видео я подготовил 20 интересных вопросов о всемирной истории 20 века. Ведь именно в этом столетии произошли самые яркие события за всю историю человечества. Обязательно почитайте свои баллы и в конце ролика посмотрим, насколько хорошо вы ответили на наши вопросы. Поехали! Вопрос первый. Какая страна в Первой мировой войне была союзником Великобритании, а во второй союзником Германии? Время пошло. В Первой мировой войне Италия была союзным государством Англии и Франции, а во вторую вступила на стороне стран Асси, объявив войну Великобритании и Франции. Главным документом урегулирования мира после Первой мировой войны является вас 10 секунд. Версальский мирный договор, который был подписан во Франции в городе Версаль, и таким образом он стал важнейшим из серии мирных договоров, завершившей Первую мировую войну. Какую африканскую страну в 1936 году аннексировала Италия? Вторая итало-эфиопская война, итогом которой стала аннексия Эфиопии и провозглашение на ее месте итальянской Восточной Африки с присоединением колоний Эритрея и Сомали. В какой стране произошла Кемалийская революция? Кемалийская революция или война за независимость Турции началась после поражения Османской империи в Первой мировой войне, в результате которой Турция в 1923 году получила независимость. В 1947 году Британская Индия получила независимость, и в результате территории с преимущественно мусульманским населением отделились как Пакистан, Афганистан, Непал или Индия. У вас 10 секунд! После получения независимости на территории Индии, с мусульманским населением появилось новое государство – Пакистан. В Первой мировой войне Сербия была захвачена участниками Четверного Союза. Сербские войска ушли в Албанию, что послужило главной причиной поражения сербской армии. В октябре 1915 года Болгария объявила войну Сербии и начала масштабное наступление на Балканском фронте, что послужило поражение сербов. Какая из этих стран не входила в состав СССР в качестве союзной республики? В состав Советского Союза входили 15 республик, в том числе и вышеперечисленные страны, кроме Румынии. Какая страна в 20 веке была известна под названием Цейлон? В 1972 году была принята новая конституция, в соответствии с которой страна стала республикой, а ее название сменилось на Шри-Ланка. Как называется политический режим, устанавливающий полный контроль за всеми сферами жизни общества? Тоталитаризм – это система государственной власти, которая основана на всестороннем контроле государства над всеми сферами жизни общества и человека. Для какой страны характерны национальные и сепаратические движения? В состав Югославии входили 6 республик, которые населяли разные национальности. Поэтому часто происходили и национальные движения, что послужило причиной распада Югославии. Какая страна поставляла нефть нацистской Германии во время Второй мировой войны? Крупнейшим поставщиком нефти в Европе у Гитлера была Румыния, хотя она в течение войны была союзником обеих сторон. Какая территория отделилась от Чехословакии в пользу нацистской Германии после Мюнхенского соглашения? Согласно Мюнхенскому соглашению, Судейская область Чехословакии, где в основном жили этнические немцы, отошла Третьему рейху. В результате Чехия приняла протекторат Германии, а Словакия стала независимым государством. Кто является основателем государства Саудовской Аравии? В 1932 году Абдул-Ализиз ибн Сауд объединил территории Аравийского полуострова и дал новому государству название Королевства Саудовской Аравии в честь королевской семьи династии Сауд. Первая в истории международная организация, созданная для поддержания всеобщего мира, и которой, однако, не удалось предотвратить Вторую мировую войну. В 1919 году была создана Лига Наций, одной из целей которой было не допустить к началу войны подобной Первой мировой, но в 1946 году она прекратила свое существование. Какая главная задача, стоявшая перед мировым сообществом после Второй мировой войны? В результате Второй мировой войны пострадали все, и победители, и проигравшие страны, поэтому все старались как можно быстрее восстановить свою экономику. Выберите главную причину начала Холодной войны. После победы в войне авторитет Советского Союза в мире вырос. За годы войны резко возросла экономическая мощь США, ставших лидером западного мира. В результате появились две сверхдержавы, которые противостояли и старались обогнать друг друга по военным и экономическим показателям. Установите соответствие между государством и группой государств согласно современной квалификации. Каждый правильный ответ считается как один балл. У вас 20 секунд. Укажите соответствие для всех четырех вариантов ответа. В 1965 по 1973 годы США вели войну с Кубой, Вьетнамом, Ираком или Кореей. В 1973 году в Париже было подписано соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. Согласно документу, американские войска признали победу Вьетнама и покинули территорию страны. С какой арабской страной Израиль в 1978 году подписал Кэмп-Дэвидское соглашение и до сих пор эти страны имеют теплые отношения, что непривычно для этих народов? После подписания мирного договора с Израилем, Египет был исключен из арабской лиги. Всякая экономическая помощь со стороны арабских стран Египту была прекращена. Это был последний вопрос. Теперь давайте посмотрим на результаты. Если набрали 22 балла или больше, то вы знаток всемирной истории и интересуетесь этим до сих пор. Больше 16 баллов вы любитель, но все-таки это отличный результат. Если набрали меньше 10 баллов, не огорчайтесь. Я уверен, что вы узнали что-то новое для себя. Переходите на страницу моего канала. Там много интересных тестов и не только. На этом у меня все, друзья. Удачи вам и до скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok